Здравствуйте, здравствуйте, я Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где всё сверхъестественное. Естественно. Вы представляете? Оказывается, у каждого есть свой собственный, персональный доступ к чудесам, и это... Смотрите далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провёл более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Каждому верующему известно, Бог желает, чтобы наша жизнь была полна чудес, так же, как у Иисуса. Он был наполнен силой, свободен от страха и чувства вины, являл чудеса и знамения. И, как мы знаем из Библии, это было обычным делом для него. Я жажду этого. А вы? Давайте признаемся честным. Большинство верующих далеки от этого, но сегодня это изменится. «Киннон, я знаю уже много лет и тебя, и твоё служение, и всё это время ты живёшь сверхъестественным. Но сейчас Бог просто огромными шагами развивает твоё служение». Да, так много чудес произошло с тех пор, как мы последовали за этим откровением об открытом доступе к сверхъестественным. Ведь правда в том, что каждый верующий имеет в себе небесную ДНК. Просто задумайтесь. Природная ДНК определяет, как мы выглядим, говорим и так далее. Духовная ДНК определяет нашу связь с Божьим Царством. Именно этому мы и учим. К нам приезжали люди со всей страны с диагнозом рак, и получали полное исцеление и уезжали домой с радостью. У нас есть опыт, когда люди получали освобождение от бесов. Но самое главное, люди перенимали это откровение и шли распространять силу Божию дальше, по всему миру, становясь по-настоящему библейскими христианами. Вот что делает Бог. Я слышал из событий на одном из ваших совершенно обычных собраний, когда сотня человек получила освобождение от бесов. Это было? Да. Расскажите нам. Но, понимаете, иногда происходит... Было бы неплохо, чтобы в вашей церкви было такое же. Вы согласны? Иногда мне кажется, что это просто сон. Совершенно неожиданно Бог приходит и дает слово знания. Он говорит, пришло время освободить людей. И тут же бесы начинают выходить из них. Духи смерти, самоубийство, зависимость, убийство, прелюбодеяния, многие другие тут же оставляют людей. При этом я не возлагаю рук, вообще ни разу не делал этого. Я не расспрашиваю этих бесов о том, кто они, не веду переговоров с ними, пытаясь убедить их уйти прочь. Вы даже не пытаетесь узнать хоть какие-то подробности? Вообще нисколько. Но, тем не менее, демоническая сила сдается. Понимаете? В свое время я начинал служение именно с освобождения. Но дело в том, что на самом деле есть более высокий уровень, когда ты просто ходишь в победе. Сейчас Дух Божий направляет Церковь на новый путь, чтобы мы поняли, кто мы есть на самом деле. Чтобы мы приняли откровение даже не о том, кто мы есть, а о том, чьи мы и кто живет внутри нас. Я верю, что скоро это будет абсолютно нормальным, стать свидетелем освобождения в магазине. А в обычных детских садах дети будут освобождаться от духов самоубийства. Я верю, что в школах учителя будут проводить служение освобождения и изгонят бесов прямо в классах. Это все будет возможно благодаря пониманию, что доступ к чудесам есть у каждого. Расскажите, об этой глубокой истине, которая делает вашу общину такой особенной, а также наделяет других людей способностью творить то же самое. Мы все знаем, что Церковь довольно длительное время уже находится в стадии реформации. Мы постоянно слышим и сами часто употребляем этот термин «реформация». Но Бог однажды сказал мне, «Сын, я не хочу никакой реформации, я хочу преображения». Суть преображения в том, что наша внутренняя составляющая полностью меняется. Именно поэтому Иисус сказал Никодиму, «Надлежит вам родиться свыше». Другими словами, нам надо переродиться, а это, в свою очередь, означает, что мы обретаем новый генетический код. Очень часто слышу, как люди говорят, что их семью преследуют диабет, депрессия, психические расстройства. Но все зависит, о какой семье идет речь. Аминь. Если говорить об обычной семье, то да, когда мы рождаемся свыше, мы присоединяемся к новой, уже духовной семье. Мы полностью обновляемся и становимся частью родословной Иисусом. А у Него никогда не было мысли о самоубийстве или депрессии. Ему никогда не хотелось броситься с обрыва. Я уверен, что Он никогда не стал бы сам бросать людей с обрыва. Иисус был очень близок с Богом. И вот что тут еще можно отметить важного. Мы буквально меняемся на генном уровне, а не просто обретаем новое родство. Это обновление генов. Мы получаем новый набор духовных генов, из-за которых мы выглядим, думаем, говорим и действуем так же, как наш Небесный Отец. При встрече люди часто говорят мне, что я похож на своего отца. И правда, у моего отца сильные гены, потому что даже его внуки внешне очень похожи на него. А теперь представьте гены Бога. Кто может с ним сравниться? Есть ли кто-то, у кого гены сильнее, чем у Бога? Итак, при рождении свыше, мы принимаем внутрь себя Божью ДНК. А после того, как получаешь что-то, тебе необходимо активировать это, заявить право на это и начать использовать. У меня есть мышцы, но если я не буду заниматься, то они никогда не разовьются. Я могу иметь таланты, но если их не использовать, они не проявятся сами. Если мы никогда не подключаемся к этой ДНК, то это все равно, что сидеть на мешке с деньгами. Но из-за того, что ты не догадываешься об этом, проводить всю жизнь в бедности. Но Бог говорит, «Я хочу, чтобы ты использовал силу Царства Божьего». Это все внутри нас. Нам просто надо это использовать. Мы знаем такой термин «евангелие». Это очень важно. Мы знаем, что это означает. Хорошие новости. Верно? Объясни нам по-простому его смысл. «Евангелие» — это очень просто. Сын Божий стал человеком, чтобы каждый человек смог стать Сыном Божьим. Проще некуда. Таково «евангелие». Что ж, у меня для вас хорошие новости. Я хочу, чтобы вы, как ты там сказал, «переродились»? Да, «переродились». Ты наверняка сам это слово придумал, не так ли? «Переродились». Я хочу помолиться. Хочу, чтобы вы повторили за мной и поверили в лучшее, потому что Бог — это не человек. Он никогда не обманывает. Он хочет твоего перерождения и жить внутри тебя. Он хочет самого лучшего для тебя. Жаждет дать тебе цель и прорыв в этом. Больше всего он хочет, чтобы ты был его ребенком и был уверен в нем, живя в славе его царства. Поэтому сейчас повторяйте вслух эту молитву очень громко вместе со мной. Скажите, дорогой Бог, я совершил много ошибок. Я раскаиваюсь в этом. Я верю, что кровь Иисуса полностью омыла меня. И теперь, когда я чист, я уже не живу в прошлом. Я верю, что у меня чудесное будущее. Сегодняшний день — это первый день моей новой жизни. Иисус, приди и живи во мне. Будь моим спасителем. Будь моим Господом. Аминь. Аллилуйя. И, наконец, я знаю, вы все ждали этого с нетерпением. Расскажи нам об этом персональном коде доступа. Это не так легко объяснить, Сид, но, надеюсь, вы поймете. Иисус — это тот самый код. Понимаете, в Библии записаны слова Иисуса. Я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Видите? Иисус — это ваш единственный законный путь к чудесам. Любой другой способ получить этот доступ незаконен. Все эти гороскопы, предсказания, гадания не могут дать этого, но только Иисус. Иисус — это Слово Божие. Мы должны понимать, что все это связано с тем, какими мы представляем и осознаем себя во Христе. Наша духовная личность в нем. Вы и шо. Вот та война, которая открывает доступ к действию безграничной силы Божией в нашей жизни. Ты также учишь одной важной теме, которую многие просто упускают. Тождественность. Объясни. Мы одно целое с Отцом. Иисус учил всех и говорил об этом открыто, и это приносило Ему кучу проблем со стороны религиозных людей. Они ненавидели это учение, и вот почему. Религиозные люди хотели, чтобы к Богу приходили только с их помощью. А Иисус забрал у них такую возможность, сказав, что можно приходить к Отцу просто через Его имя. «Как Я един с Отцом, так и вы станете едины с Отцом». Это нерушимое единство и общность с Богом. Это нечто гораздо большее, чем просто религия. Религия — это наша безуспешная попытка приблизиться к Богу. А крест — успешный способ самого Бога стать ближе к нам. И когда мы принимаем тот факт, что в нас теперь ДНК Бога, Он — наш Отец, и теперь мы с Ним одни, тогда наша реальность преображается. Люди в самом деле ищут этого, ощущают это. К нам в церковь пришла молодая женщина. В своей жизни она испытала отвержение и много другого неприятного. Она не могла найти своего места в жизни. Тогда мы стали учить ее этому откровению, и скоро, как будто покрывала стыда и вины, спала с нее. И она стала жить с полноценной жизнью, обрела смелость и уверенность в себе, начала делиться своей верой и радостью Божией с другими людьми. И я верю, что это доступно каждому верующему. Когда мы вернемся, я хочу, чтобы ты протянул свои руки и помолился за наших зрителей. Но прежде объясни, что происходит, когда ты это делаешь. В момент, когда я протягиваю руки, я не просто молюсь, а в этот момент происходит передача. Я верю, что миллионы наших зрителей ощутят на себе передачу им сверхъестественной силы, которая станет частью их жизни. У нас есть очень много подтверждений тому. И я, честно говоря, даже очень расстроен этим. И знаете почему? Почему? Потому что этих историй слишком много. А это не честно, ведь о других чудесах послушать тоже хочется. Но если серьезно, то это на самом деле влияет и изменяет жизни людей. Я хочу, чтобы ваши жизни изменились. И когда мы вернемся, я заставлю его поднять руки. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Кеннон. Итак, почему же осознать себя во Христе это так важно для каждого человека? Потому что без этого невозможно жить по-настоящему. Ты не будешь знать, кто ты и к чему призван, какая в тебе сила. К примеру, говоря о себе, могу сказать, что большую часть моей христианской жизни я был словно потерян. Я хочу сказать, да, я ходил в церковь, говорил на языках и читал Библию, но я не осознавал до конца, кто я. Было ощущение, как будто мне приходится продираться через что-то на своем христианском пути. И глядя по сторонам, я видел, что люди вокруг меня переживают то же самое. И в какой-то момент Бог начал работу со мной, открывая, что такое на самом деле быть с новым творением. Я подумал, если я новое творение, тогда старое действительно ушло, а новое пришло. А если это так, тогда все старые привычки, старый образ мышления, модели поведения, все это тоже должно уйти. Я стал рассуждать и думал далее. А что насчет беспокойства, страха, быть отвергнутым, страх о неудаче? Получается, что этого тоже больше нет. Фактически, ты как новорожденный ребенок, только что появившийся из утробы матери. Будучи христианами, мы не должны думать, что мы продукт переработки или восстановления. Мы абсолютно новые. Нас как будто никогда и не было ранее. Мы только сейчас обрели вообще свою жизнь, новую оболочку, новые мозги. Люди спрашивают меня иногда, так, я все еще афроамериканец? И я отвечаю, нет. Ты новое творение. Мы с вами представители новой расы человечества. А я слышал, что еще ты используешь такой сильный образ, как опасное новое творение. Это так. Опасное для кого? Для бесов, для дьявола, для царства тьмы. Ты становишься реальной угрозой для царства тьмы, когда осознаешь, кто ты на самом деле. Понимаешь, Сид, как тебе известно, я занимаюсь сверхъестественным служением уже очень давно. Скажу честно, уже даже не один десяток лет, больше. Да, знаю. Я говорю тебе, что сейчас, благодаря этому откровению, служить стало несравнимо легче. Потому что теперь дело не в том, что делаю или пытаюсь сделать я, а в том, чтобы просто позволить Богу делать через меня то, что хочет Он. Я, бывает, совершенно случайно исцеляю людей. Вы помните, как тень Петра исцеляла людей, ведь так? Я вообще верю, что мы можем случайно натолкнуться на человека в магазине, и он в этот момент исцелится от рака. Понимаешь? Больше не надо искать чудес. У нас в церкви дети просто возлагают руки на тяжело больных людей, и те полностью исцеляются. Этим детям всего по семь, восемь, девять лет. некоторые пророчествуют уже в двенадцать лет. Это новое Божие движение. Новое, но которое ведет нас к уникальным основам веры. Также очень часто ты используешь слово положение, в том числе и сегодня. Да, использую. Объясни нам. Мне придется объяснять, используя библейские истории. Помните Иакова? И Исава, наверное, тоже. Помните, как Иаков украл первородство у Исава, а взял шкуру животного, положил ее на себя, чтобы стать похожим на Исава, который был волосатым. И отец Иакова, когда благословлял его, сказал, «Ты на ощупь, как Исав, но голос, как у Иакова». И в этом Бог дал мне откровение о Евангелии. Иисус — это наш старший брат искупления. Он идет на крест, как жертвенный агнец. Там он умирает, и мы забираем его шкуру. И тогда мы как бы надеваем Христа на себя и предстаем перед Отцом в роли старшего брата. Мы приходим не вместе со старшим братом. Мы уже буквально находимся и молимся в нем. И поэтому, когда мы приходим перед Богом, тогда для Него мы, как Иисус, а когда Он видит Иисуса, то Он дает нам благословение и исцеление, принадлежащее Иисусу. И видите, это открывает совершенно другой взгляд на нашу жизнь. Я видел так много чудес. Множество разных писем приходит, и в них люди пишут, «Я принял спасение». И христианин уже очень много лет, но вот только сейчас, впервые в своей жизни, я начал жить в победе. Я хожу в ней, и это здорово. Так много людей соглашаются довольствоваться меньшим, чем то, что Господь уже для них приготовил, как этот человек в купальне Вефезды. Да, этот человек просто идеальный пример. Он находился там уже 38 лет, ожидая, когда начнется движение воды. Я чувствую, что есть люди, которые смотрят нас, находясь в похожей ситуации. Хочу сказать вам, а вы, как этот человек, грех довел вас до состояния калеки, и теперь вы ожидаете, когда Бог что-то сделает. Но Бог говорит, вместо того, чтобы ожидать моего действия, просто откройте глаза и посмотрите на Иисуса. Он прямо перед вами. Он спрашивает вас сейчас, хотите ли вы стать здоровыми. Тебе могут сразу начать приходить в голову воспоминания твоего негативного опыта и множество причин из прошлого, почему с тобой не может случиться чего-то хорошего. Но это не то, что Иисус хочет узнать. Вопрос лишь в том, решишься ли ты занять твое новое положение и войти в новую реальность, в которой ты победитель. Фактически, Иисус хотел, чтобы этот человек поменял свое положение, а вышел из поражения и вошел в победу, а вышел из греха и вошел в праведность. Могу объяснить это так. Я провел много времени в самолетах за последнее время, и, как многие из вас, знаю о разнице между эконом-классом и первым классом. Один и тот же самолет вылетит в одном и том же направлении, но место, которое вы занимаете на борту, ваше положение определяет уровень комфорта во время полета. Бог говорит нам, хватит уже быть христианами, эконом-классом, пора перейти в первый класс. Там ты найдешь все, что Бог приготовил для тебя. А какую роль в разблокировании кода доступа к чудесам играет Святой Дух? Дух Святой — это наш декодер, если позволите так сказать. Он преобразует для нас этот код. Его роль не заключается просто в осуществлении какой-то деятельности в моей жизни. Его полноценное личное духовное служение в жизни верующего человека заключается в том, чтобы мы смогли познать Отца и узнать, кто мы есть. Вы знаете, порой бывает, люди говорят, «Дух Святой обличил меня или мне не по себе из-за моего поступка». Смысл того, что они чувствуют в этот момент в том, что Дух Святой зовет их вернуться обратно и занять положение, которое они оставили. Это борьба, это порнозависимость, этот грех, с которым ты борешься, все это не твое. И Дух Святой зовет нас, говоря, «Нет, нет, вернись, стань снова собой». Он постоянно напоминает нам о том, кто мы такие. И этот процесс, когда мы возвращаемся назад и изменяемся, называется покаяние. Покаяние — это не когда ты плачешь и когда ты меняешься. Поэтому суть работы Святого Духа в нас — это изменение. Он тот, кто делает нас способными меняться. Он — это та разница, которую мы видим между Петром Рыбаком, убегающим и отрекающимся перед всеми от Иисуса, и Петром Апостолом в день Шевота, проповедующим перед множеством людей об исполнении пророчества Иоиля. И когда мы взываем к Духу Святому, мы на самом деле приносим небеса на землю. Тебе не обязательно умирать, чтобы пережить небесное благословение. Дух Святой принесет небеса на землю для тебя. Давайте я остановлюсь уже, пожалуй, а то чувствую, что начинаю проповедовать. А по мне, так пора бы уже и помолиться. Это же здорово. Мы могли бы и дальше слушать с удовольствием, но, к сожалению, тогда наше время закончится, и мы не успеем помолиться, как и обещали. Протяни руки и помолись, о чем Бог вдохновляет тебя молиться. Отец, во имя Иисуса, пусть твоя сила наполнит сейчас тех, кто смотрит нас. Поднимите руки и примите силу Божию, наполняющую вашу комнату через телевизор или телефон или через какое-либо устройство, на котором вы нас сейчас смотрите. Во имя Иисуса я высвобождаю безграничную силу Божию, чтобы вы смогли осознать себя новым творением во Христе. Старое прошло, и теперь все новое. Вы начнете жить заново, как будто только что уверовали и будете жить с победой. Дьявол теперь будет бояться вас с этого самого дня. Бесы будут трепетать, слыша ваши шаги. Все ваши жизни отныне изменятся, потому что вы теперь представители Небесного Царства. С этого дня живите на основании этого во имя Иешуа. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Катисуза. Реально ли на самом деле восстановить свое здоровье, победить дух смерти и увидеть воочию полное исполнение принадлежащих нам библейских обещаний? Без сомнений, присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске, это сверхъестественно. Сидом Ротом, и я поделюсь с вами, как разрушить дух смерти в вашей жизни и исполнить данное вам призвание. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сид Рот нашел ключ к достижению еврейского народа «Божий и любовь». Новое человечество откроет доступ к Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях, и тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok